Добрый вечер! Нам с вами, ну всем россиянам, то есть, хотят расширить предел необходимой самообороны. По крайней мере, такой законопроект собираются вынести в осеннюю сессию Госдумы инициативной группы депутатов. Тема эта старая, но не теряющая своей актуальности. За и против, а также перспективы рассмотрим. Ну а начну, как обычно, с обзора прогноза того, что случится на начавшейся уже неделе. Много всякого такого гуманитарного и массового мероприятия на высшем уровне. В Барнауле пройдет неделя образования государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В ее рамках в среду и четверг пройдет совещание министров образования России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. В среду делегация Края начнет участие в крупной российской агропромышленной выставке «Золотая осень». В воскресенье откроется первый всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Главной теме. Есть такой сайт, называется «Российская общественная инициатива». На нем выставляются всякого рода активистами проекты, которые, если набирают нужное количество голосов, поступают на рассмотрение официальными экспертами. А набрать-то надо. Внимание! 100 тысяч за. Удается это нечасто. В данном случае удалось. Инициатива под названием «Мой дом, моя крепость» набрала необходимое количество голосов. И что дальше? Профильные федеральные ведомства МВД и Министерства юстиции инициативу отвергли. А проблема осталась. Вопросы самообороны сейчас регламентируются статьей 37 Уголовного кодекса «Необходимая оборона», согласно которой причинение вреда нападавшему не будет считаться преступлением только в том случае, если жизнью и здоровью защищавшегося, либо других лиц действительно угрожала опасность. При этом в суде надо доказывать, что защищавшийся причинил вред нападавшему неумышленно, а исключительно в пределах необходимой обороны. Иначе говоря, защищавшийся может получить срок. И, как бывало, даже больше, чем тот, кто на него напал. Парадокс? Да, но такое, черт скажу, случалось не раз. Но можно вспомнить много, не одно резонансные дела. И среди них, кстати, на федеральном уровне снова и снова обсуждается дело про зашедшую на Алтае в Бийске, когда спортсменка Татьяна Андреева убила молодого человека по ее версии насильника. Чемпионка по пауэрлифтингу среди юниоров 20-летняя Татьяна Андреева из Бийска получила 7 лет заключения и миллион рублей штрафа за убийство парня, по ее версии, пытавшегося ее изнасиловать. Дело было громким, были созданы группы поддержки Андреевой. Сама обвиняемая не раз выступала в СМИ, в том числе и по федеральным телеканалам. Ну вот теперь про Андрееву собираются снимать фильм, она предстает как жертва несовершенства законодательства. Я-то лично думаю, что в ее истории не все так однозначно. Но вот сторонники расширения пределов самообороны называют статистику, согласно которой 90% жертв преступления, умевших постоять за себя, в России признаются виновными. Ну да, эту статистику, конечно, можно оспорить. Силовики вот полагают, что расширение мер самообороны может стать своего рода лицензией на убийство. Ведь разобраться, кто первый начал, в самом деле может быть ой как непросто. С расширением самообороны связывают и расширение права на владение огнестрельным оружием. В пример приводится США, где 94 из 100 жителей владеют огнестрельным оружием, и убийства в два раза меньше, чем в России, где оружие лишь у 9 из 100. А реплика сегодня звучит так. Ну, конечно, есть аргументы за и против. В США тоже хватает безобразия те же массовые убийства, чего стоит. Но вот что главное. До полной безопасности в нашем обществе далековато. И надо понимать, что сторонники расширения самообороны, владения оружием, это прежде всего те, кто не надеется на оперативность и надежность наших органов правопорядка. А теперь спрошу, а много ли таких, кто на это надеется стопроцентно? Увидимся в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин